Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Российская нефть марки Юрлс торгуется уже по 37,8 долларов за баррель. Это более чем наполовину меньше мировой цены на бренд 78,6 долларов и гораздо ниже введенного законом G7 потолка в 60 долларов, пишет Bloomberg. Но нужно отметить, что марка бренд гораздо качественнее и лучше и используется для производства совершенно других материалов. Потерять две трети германского рынка за полгода – это, несомненно, мастерство. Путин – большой страх. Российскую авиакомпанию охватила рекордная череда аварий после западных санкций. В начале 2023 года в российской авиаотрасли продолжилась череда происшествий. За неделю с небольшим произошло как минимум 7 инцидентов с участием самолетов. С 1-го, 5-го января борт авиакомпании «ЮТЕР» вынужденно приземлился из-за неисправности системы кондиционирования. Он выполнил рейс из Тюмени в Новый Рингой. На следующий день произошло еще два авиапроисшествия. Сначала самолет «Азурэйр», летевший из Новосибирска в Таиланд, вынужденно вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Борт вылетел в час ночи, а вернулся только в 7 утра. На нем находилось 263 человека. Позже, в этот же день, пассажирский самолет компании «Рэд Винкс», летевший из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт после взлета из-за неубранного шасси. На борту находилось 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Череда происшествий продолжилась и 8 января. В аэропорту Перми самолет авиакомпания «Победы» вынесла со взлетной посадочной полосы. Во время начала разбега для выполнения рейса в Москву, судно понесло влево с взлетно-посадочной полосы прямо в снег. Экипаж принял решение прервать взлет. Борт частично выкатился за пределы полосы. Пассажиры не пострадали. Судно также не получило повреждений. А 9 января четырехлетнему Airbus A320neo в компании S7 Airlines не удалось долететь до Братска в Москву. Он совершил вынужденную посадку в Казани после четырех часов полета из-за неисправности туалетной системы. В 2022 году в РФ произошло больше 130 происшествий с участием гражданской и военной авиации, подсчитало издание «Новоизвестия». За год крушения потерпели 28 судов. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил предупреждать зрителей кино в титрах о предательстве актеров. Это будет выглядеть примерно аналогичной информацией о вригде табака при демонстрации сцен курения. Минкуль должен ввести новую форму предупреждению о предательстве в титрах визуальных произведений, написал Гусев. Каждый раз, когда каждый депутат будет выступать, давайте также будем вносить плашку «Гражданство Греции», «Гражданство Италии», «Гражданство Израиля» и вот такое вот состояние денег. По-моему, будет великолепно. После этого у людей тоже будет интересная реакция. За утро два ЧП с самолетами в российских регионах. Кабаровский УСС налопнуло шасси, пришлось закрывать аэропорт. А в Норильский самолет выкатился за пределы взлетной полосы. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Гражданство Черногории за прошедшее время приобрели взять заместителя полпреда президента СЗФО Любови Совершаевой, сын авторитетного предпринимателя, застреленного в Петербурге в 90-х годах Альберт Бейнштейн и его супруга, дочь чиновница Светлана, а также их дети, владелец сети «Красная и Белая» Сергей Стутенников, экс-совет главы счетной палаты и директор компании «Игроник» Никита Пипко, бывший депутат Белгородской области Думы Константин Клюка, кстати, из «Единой России». Сбербанк с 10 января повысил ипотечные ставки по кредитам на покупку вторичного и первичного жилья. Условия ужесточают и другие банки. МВД Латвии предложило приостановить действие закона о репарации за большого количества заявок от россиян. Закон, принятый в 1995 году, позволяет переехать в Латвию людям, предки которых были этническими латышами или ливами. В МВД заявили, что если раньше им пользовались люди из разных стран, то в последнее время, то есть 81% репатриантов – граждане РФ. Силиконовую копию вместо покойной жены установил у себя в доме житель Индии. 65-летний Тапас Андилья из Кайхали в Калькутте похоронил жену полтора года назад, когда она скончалась с анковида. Тапас исполнил желание своей покойной жены, установив в дом ее релистичную силиконовую статую. Скульптора Субималу Дасу потребовалось более 6 месяцев, чтобы создать 30-килограммовую фигуру. Мужчина посадил ее на диване, где обычно сидела жена, и народил ее в любимые золотые украшения. Жители Тюменского города Ишим пожаловались на состояние детского инфекционного отделения областной болицы номер 4. Чиновники ответили, что рассмотрение вопроса будет зависеть от финансирования. Судя по кадрам, которые я вам сейчас показываю, то это действительно место, где можно заработать инфекционные заболевания, а не лечить их. Один только заголовок, чего стоит. Школьный автобус с белорусскими детьми загорелся по пути в военкомат. Сегодня утром автобус выехал из Гнездовской средней школы Волковыск. В нем находились трое школьников, которых везли на медкомиссию в местный военкомат, а также сопровождающих взрослый. Водитель вовремя заметил возгорание в моторном отсеке и высадил пассажиров. Прибывшие на место спасатели потушили автобус. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Никто не пострадал. Суд оштрафовал рэпера Оксимирона на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму. Решение вынесено Октябрьским судом Санкт-Петербурга. Поводом для избирательства стали песни Мирона Федорова «Ойда». Прокуратура запросила психологически-легвенстическую экспертизу. Результат показал в тексте. Содержатся призывы к действиям, которые могут привести к отделению от России части ее территории. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.